Марганец, Днепропетровская область. Человек не скрывается, можно... Зову человека Валентина Рябцева. Мне 64 года, пенсионер. Сама оказалась в такой ситуации. Живу с сыном, он безработный. В соцзащите мне предварительно просчитали на зимнюю субсидию обовязковую плату. 600 гривен. Моя пенсия 1230 гривен. Это та моя минималка, на которую мы с сыном выживаем. 1230 минус 600, 630 гривен. Это остаток пенсии на меня и сына после обязательного платежа по субсидии. По 315 гривен на человека в месяц. Борислав, ничего не прошу. Расскажите, как выжить? Я получаю действительно много сообщений в Фейсбуке. Люди приходят, спрашивают. Они ведь не просят субсидию на самом деле. Они просят либо возможность зарабатывать, либо достойную зарплату. У нас все время странная ситуация. Мы боремся за какие-то льготы, за субсидии, за какие-то дополнительные выплаты. А ведь все гораздо проще. Должны быть тарифы в соответствии с доходами населения. Это раз. Это очень просто. Это действительно логично. Второе. Для того, чтобы не выплачивать субсидии, а дать людям нормально зарабатывать, для этого надо создавать комфортные экономические условия. Поднимать экономику. Это не пустые слова. Понимаете? У нас же... Мы все кричим, когда МВФ даст деньги. Господа, какой МВФ даст деньги? У нас под подушками в Украине у официальной статистики находится 80 миллиардов долларов. Вы понимаете, что эти деньги могут работать? Эти деньги не работают. Эти деньги не несут в банки, потому что экономика мертвая. Для внутренней инвестиции никакого интереса нет. А самое интересное, я хочу сказать, что при всем этом есть потрясающее условие. Депутаты действительно... Некоторые депутаты действительно живут в параллельной вселенной. Они думают, что люди выживут. А люди думают, что депутаты о них позаботятся. Вот тот момент, когда их вселенные разойдутся, произойдет конфликт. Этот конфликт никому не нужен. Поэтому нам надо четко понимать, субсидии на всех, давайте говорить откровенно, в случае, если это будет более 50% населения Украины, бюджет просто не выдержит. Уже более. Секундочку. Не выдержит. Алексей, да, вы просите слово, давайте... Второе. Я хочу закончить. Алексей, можно не второе, очень город. Не, не беремцевой помочь. Алексей, и второе. Самое главное, что на словах у наших политиков зачастую все красиво получается. У них 2 плюс 2, 5. Но в математике, как бы ты ни пытался, 2 плюс 2, 4. Поэтому, если мы будем не искать сферического коня в вакууме, а реально решать проблему, будет проще.